Привет, мои красавицы! Вы на канале Лейсан. Сегодня я расскажу, какие продукты можно есть на кето-диете, а какие нельзя. Поговорим об обычной человеческой еде, которую мы привыкли есть. Вечь не пойдет о тех продуктах, выращенные на натуральных кормах или на каких-то там полях, как предлагает нам, например, доктор Берг, о обычных продуктах, которые мы покупаем. То есть меньше заморочек, иначе вы просто не найдете такие продукты и в итоге бросите кето-диету, как это когда-то делала я. Кето-диете не очень просто следует, особенно если непонятно, что же все-таки на ней можно есть. Без этого почти невозможно составить себе кето-меню. Чтобы вам было проще разобраться, я сертифицированный нутрициолог, на личном опыте подготовила для вас готовые меню на 35 дней с полным расчетом КБЖУ, так как сама за 4 месяца похудела на 20 кг без всяких операций. Поэтому можете приобрести готовые меню, чтобы не тратить свое время, а также полное руководство для похудения. Подробности в описании под этим видео. Итак, что же можно есть на кето-диете? Сначала давайте перечисляю вам вкратце, потом только расскажу более подробно, чтобы вам было понятно. А в конце расскажу, какие продукты нельзя есть ни в коем случае, даже если вам кажется, что их можно есть на кето-диете. Поэтому смотрите это видео до конца, также подписывайтесь на канал и будем худеть вместе. Я, кстати, тоже продолжаю еще худеть. Для диеты подходят все продукты с низким содержанием углеводов. Ваш список продуктов должен в себя включать. Конечно же, это в первую очередь жиры. Большое количество полезных жиров до 80% от общего количества калорий. Таких, как оливковое масло, кокосовое масло, сливочное, также некоторые орехи и семена можно добавить. Жиры являются важной частью каждого рецепта, потому что именно жир обеспечивает энергию и предотвращает голод, слабость и усталость. Белок. Включайте в свой рацион мясо. Натуральное мясо не содержит углеводов ни в каком виде, поэтому оно подходит. Но важно не увлекаться мясом, так как перебор белка нам тоже ни к чему. Овощи. Замороженные или свежие, не важно. Для кетна также нужны всевозможные овощи с низким содержанием углеводов и крахмала. В основном это брокколи, кабачки, капуста, баклажаны, все виды лесовой зелени, спаржа, огурцы и цукини. Я иногда пью клетчатку, если овощи закончились, например, дома. Две чайные ложки клетчатки я разбавляю водой и пью. Но овощи все же, конечно же, лучше. Молочные продукты. В целом можно, но не все. Обычно это полножирные ферментированные продукты без лактозы, твердые сыры и, конечно же, сливочное масло, как я уже говорила. Орехи. Большой источник белка и жира. Также они могут быть использованы в разных рецептах. Для кета хорошо подходят миндаль, макадамия и пекан. Напитки. Тут желательно ограничиться водой, может быть с добавлением лимонного сока. Также я пью кофе с кокосовым маслом, но с сахарозаменителем. Хотя сахарозаменитель нежелательно добавлять, но я сладкоежка и не могу пить не сладкий чай, тем более кофе. А теперь давайте разберем все более подробно. Полезные жиры для кета-диеты. Их можно вводить в рацион в разных видах, как соусы, заправки для салата, например, в чистом виде, или как часть рецепта. А я раньше вообще не ела жирную еду, но и не худела. Наоборот, поправилась, пока не познакомилась с кета-диетой. Поэтому жиры очень нужны нашему организму. Но если их неправильно выбирать и употреблять в больших количествах, то это может нанести нам вред. Сейчас рассмотрим, какие бывают жиры и что из этого нужно включать в рацион, а чего нужно избегать. Насыщенные жиры – это сливочное, обычное и топленое масло, кокосовое масло, сало. Маноненасыщенные жиры – это оливковое масло и масло авокадо. Используйте их по максимуму, особенно оливковое масло. На нем, кстати, можно и жарить. Полиненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе и мясе. Особенно нужно следить за достаточным потреблением омега-3, которое содержится в жирной рыбе и льняных семечках. Трансжиры полностью избегаем все виды трансжиров. Это химически обработанные масла, которым искусственно изменили температуру плавления и срок хранения. Насыщенные и мононенасыщенные жиры являются наиболее безопасными. Это оливковое масло, кокосовое, сливочное масло, также жирная рыба. Очень важно следить за балансом между омега-3 и омега-6. Поэтому употребление в пищу таких продуктов, как лосось, пунец, форель и моллюски, может помочь обеспечить сбалансированные потребления омега-3. А если вы не любите рыбу или просто предпочитаете ее не есть, то можно использовать добавку с рыбьим жиром, как, например, это делаю я. Хотя копченую рыбу я иногда себе позволяю, а вот вареную, тушеную, к сожалению, люблю не очень, хотя их нужно есть. Еще имейте в виду, что чрезмерное употребление орехов и семян может создать дисбаланс омега-6 над омега-3 и стимулировать воспалительные процессы. К ним относятся такие продукты, как миндаль, грецкие орехи, кедровые орехи, подсолнечное масло и кукурузное масло. В общем, ешьте жирную рыбу и мясо, избегайте перекусов, аккуратно ешьте орехи, следите за порциями. Это относится и к кето-десертам, в которых обычно много миндальной муки. То есть на кето-диете мы можем использовать следующие источники жиров. Это жирная рыба, сало, авокадо, яичные желтки, вообще прекрасно подходят и очень сытные, кстати. Макадамия, разъясни, орехи, сливочное масло, в том числе топленые или гухии, майонез без сахара, кокосовое масло, масло какао, оливковое масло, масло авокадо, МСТ-масло. Теперь белки для кето-диеты. Основные источники белка, конечно же, это мясо, рыба и птица. Из мяса лучше отдавать предпочтение более темным сортам и более жирным частям. К обработанным продуктам, например, копченым, нужно относиться с осторожностью. В них могут быть добавлены сахар, глюкоза, глутамат, натрия и так далее. Это все недопустимо на кето-диете и в лучшем случае просто будет стимулировать ваш аппетит. Добавляя в свое кето-меню белковые продукты, выбирайте более жирные части или используйте специальные кето-соусы. Белковые продукты можно использовать для кето-меню. Это рыба, сон, треска, камбала, палку, скумбрия, лосось, окунь, форель и тунец. Чем жирнее рыба, тем лучше. Морепродукты. Моллюски, устрицы, крабы, морские гребешки, мидии и кальмары. Яйца. Готовить их можно по-разному. Жарить, варить в виде омлета, например. Ну и так далее. Говядина. Фарш, вырезы из шеи или толстого края. Ну в общем, где есть жир. Выбирайте более жирные куски, но по возможности. Свинина. Фарш, шея, лопатка, грудинка. Но я лично свинину не ем. Птица. Цыпленок, утка, перепелка, фазан и другие. Субпродукты сюда входят в сердце, печень, почки и язык. Субпродукты являются одним из лучших источников витаминов, питательных веществ. Также отлично подойдет баранина, кролик или дичь, кабан, лось, ну и так далее. Бекон и ветчина. Проверьте, есть ли там сахар, глюкоза или глютамат натрия. Нитратная соль – это не проблема. Лучше всего первое время на кето-диете избегать продуктов из обработанного мяса. Ореховое масло. Выбирайте натуральные несладкие орехи и старайтесь придерживаться более жирных вариантов, такие как миндальное масло и масло макадамии. Не крахмалистые овощи. Овощи являются основой любого сбалансированного рациона. Чтобы есть много жира, нужно правильно потреблять нужные овощи. Нам нужны овощи, богатые клетчаткой, конечно же, полезными веществами и при этом содержащие минимум углеводов. То есть с осторожностью употребляем все овощи, растущие под землей и почти без ограничений все, что растет над землей. Вся листовая зелень, в том числе зелень одуванчика или свеклы, капуста, рукола, цикорий, шпинат, ну и так далее. Крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста, брюссельская капуста и цветная капуста, сельдерей, огурцы, кабачки, лук-порей, петрушка, укроп, кинза, базилик, ну и так далее. Некоторые ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и соленые огурцы, тоже можно есть. Овощи, которые содержат немного углеводов, о небольших количествах их можно добавлять в свое кетаминю. Это спаржа, грибы, расти фасоли, болгарский перец, горох, редис, зеленая фасоль, помидоры и баклажаны. Полностью исключаем все овощи с большим содержанием углеводов, особенно крахмала, то есть это картошка, редька, свекла. С фруктами в основном придется ограничиться, можно вводить в рацион авокадо, лимон, кокос и продукты, из него немного ягод. Все. Молочные продукты. Молочные продукты употреблять в принципе можно, но с осторожностью. Только покупаем жирные продукты, это жирные сливки, если берем в магазине, смотрим состав, избегаем загустителей, майонез и другие соусы также можно. Вообще молочные продукты отличный способ, чтобы добавить дополнительные жиры в свой рацион, создавая соусы или жирные гарниры, например шпинат со сливками. Но нужно помнить, что там также много белка, за которым нужно следить на кето и не перебирать. Орехи и семена. Орехи отличный источник жира, но в них много углеводов. Кроме того, в орехах обычно и много белка, за которым нужно следить при составлении кето-менюм. Есть жирные орехи с небольшим содержанием углеводов, я вам уже перечислила. Жирные орехи со средним содержанием углеводов, это грецкие орехи, миндаль, фундук и кедровые орехи. И поэтому их нужно использовать в умеренных количествах. Сюда также подходит арахис, но его лучше избегать по возможности. Поэтому арахисовую пасту тоже можно есть, но немного. Орехи с большим содержанием углеводов, это фисташки и кешью. Их лучше не есть, то есть только очень-очень редко. Также можно использовать некоторые семена, например, семена льна. Можно использовать в целом виде, например, для хлебцов или в виде муки. Семена чая содержат большое количество полезных веществ. Силиум – это дробленая шелуха семян подорожника, хороший источник клетчатки, кстати. Дальше напитки. И, конечно же, самый полезный и самый нужный основной напиток – это вода. Ее нужно пить много, от 2 до 2,5 литров в сутки. Бульон. Содержит много питательных веществ. Очень хорошо помогает в начале кето-диеты избежать кето-гриппа и быстро убрать симптомы. И, конечно же, кофе. Кофе дает энергию, да и есть после кофе не хочется. Чай можно черный или зеленый. Какао. В чистом виде без сахара очень полезен. Много клетчатки и полезных веществ. Особенно магния там много. Кокосовое или миндальное молоко. Если у вас есть возможность найти в продаже такое молоко, но без сахара, то можно его использовать как замену обычному молоку. Но лично я не заморачиваюсь и покупаю обычное молоко. Но редко. А вот газированные напитки без сахара лучше полностью исключить. Они вызывают сильную тягу к сладкому и стимулируют наш аппетит. Алкоголь. Если избежать употребления не получается, выбирайте напитки с минимальным содержанием углеводов. Крепкие напитки или, например, сухое вино. Но имейте в виду, что употребление алкоголя сильно замедляет и усложняет потерю веса, поэтому стоит ли оно того. Соусы, приправы и добавки. Существует очень большое количество приправ, но большинство из них содержат сахар и глютамат натрия, что недопустимо на кето-диете. Нужно всегда внимательно смотреть состав. Можно и специи перец, порошок чили, корицу, тмин, сухой орегано, сухой базилик, кориандр, сухая петрушка, розмарин и тимьян. Соль и перец можно спокойно использовать без учета к обежу. Соусами и заправками все сложнее. Все очень сильно зависит от марки и производителя. Как всегда, внимательно смотрим состав. Можно кетчуп без сахара. Я вам уже показывала, какой я покупаю. Горчицу, острый соус, чили, например. Майонез без сахара и подсолнечного масла. То есть сахарозаменителем и оливковым маслом. Такие есть точно, я такие покупаю. Заправки для салата выбирайте более жирные. Такие как цезарь и несладкие заправки из уксуса, масла и лимонного сока. А это еще и очень-очень вкусно. А сейчас поговорим о запрещенных продуктах на кето-диете. Желательно их вообще убрать из дома. Это, конечно же, все виды сахара, сиропы, мед. Любую пищу, приготовленную из таких ингредиентов, как фруктоза, глюкоза, мальтоза, лактоза, все виды круп. Кстати, один ломти хлеба или небольшая порция зерна может содержать от 10 до 30 граммов углеводов. Пшеницу, весь рис, белый, коричневый, без разницы, вкус-кус, плов и так далее. Кукурузу и все продукты, содержащие кукурузу, включая поп-корн, лепешку, крупу. Паленту, кукурузную муку, все виды изделий из муки, в том числе хлеб, бублики, рулеты, мафина, макароны, их очень много. Фрукты. Большинство фруктов просто содержат слишком много углеводов, поэтому на кето держитесь подальше от особенно сладких фруктов, таких как манго, бананы, апельсины и яблоки. Почти все обработанные продукты, это крекеры, чипсы, крендели, ну и так далее. Все виды конфет, конечно же, все десерты, такие как печенье, пирожные, пироги, мороженые, блины, вафли и другие запеченные продукты для завтрака. Овсянка и крупы, закусочные углеводы, батончики, мюсли, большинство белковых батончиков или заменители пищи, ну и так далее. И знаете, есть еще продукты, которые содержат скрытые углеводы. Например, низкоуглеводные продукты. Ну, это просто моя любимая тема. Есть много вариантов батончиков, смесей и спортивного питания. Лучше, конечно же, держаться подальше от нет. Но если вы не можете без сладкого, как не могу я, обязательно прочитайте этикетку. Многие используют в своих продуктах подсластители с высоким гликемическим индексом. Я, например, всегда покупаю, где очень много жира, обычно это кокосовые батончики. Фрукты и ягоды. Большинство фруктов не разрешается употреблять из-за высокого содержания сахара. Об этом я уже тоже много раз говорила. Многие люди едят ягоды, но нужно тоже следить за порциями. Продукты на томатной основе. Тоже внимательно читайте этикетку. Некоторые производители, особенно иностранные, указывают тубыжу на порцию, а не на 100 грамм. Также убедитесь, что в них нет добавленных сахаров. А если покупаете шоколад, нужно брать от 90% какао и смотреть на количество углеводов обязательно. Насчет медикаментов еще хочу сказать пару слов. Лекарства от просуды, например, сиропа от кашля или средства от гриппа содержат много-много сахара. Поэтому выбирайте варианты без нее. Но решать, конечно же, вам. Это ваше здоровье. Я просто говорю, что в этих сиропах очень много углеводов. Как видите, выбор есть. Можно очень даже вкусно питаться и худеть. Еще раз напомню, вы можете приобрести готовые меню. И не думайте, что и сколько можно есть. Сэкономить свое драгоценное время. Подробности в описании. Подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч. Всем пока.